Последний бой у тебя был 17 сентября в Омске. Ты боксировала с Павлом Царёвым. Бой был закончен, ты проиграл. Я думаю, это ничего страшного, так как это больше дает мотивацию, чтобы больше тренироваться. На мой взгляд, поражение они больше учат. Победы расслабляют, а поражение они учат очень многому. Ты с победы не так сильно выводишь уроки, как с поражением. Выиграл ты на счастье, я самый лучший, самый сильный, самый великий. А когда ты проиграл, если ты хочешь дальше побежать, ты уже будешь делать выборы. Смотри, следующий бой у тебя будет 5 ноября в Липецке на бойцовском шоу «Большой вечер профессионального бокса» и твой соперник Дмитрий Тертышников. Ты видел его бои? Да. Ну, я видел его бой, два боя с Андреем Чинцовым. Но это очень короткие бои, то есть я не знаю, какой у него предел прочности, как он дышит, чтобы выдержал полную дистанцию боя. Этого, естественно, я не знаю и поэтому там, грубо говоря, короткий этот, короткие промежутки боя, я, можно сказать, практически ничего не знаю. Ну, то есть ты сейчас готовишься, да, по максимуму работы, то есть, а сколько раундов бой будет? Насколько мне известно, 4. То есть, ну, ты сейчас физическую такую силу готовишь на 4 раунда полноценных, правильно? Есть желание закончить нокаутом? Ну, конечно. Конечно, в любом бою есть желание закончить нокаутом, но вопрос там, дадут ли мне. Дима тоже готовится и тоже готовится выиграть нокаутом. Я это уважаю и поэтому не буду делать никаких заявлений там. Плох тот санат, который не хочет стать генералом. Надо, я знаю, что Дима готовится, я ничего не имею против него. То есть, он готовится выиграть у меня нокаутом, я готовлюсь выиграть у меня нокаутом. И поэтому только 5 ноября мы выясним, у кого что получится, у кого какие наработки, кто как подготовился к бою. Только 5 ноября. Ну что ж, отлично. Пожелаем тебе удачи и хорошей подготовки. Спасибо.